Всем привет! Вы на канале Я Муравей. Меня зовут Миша, я автор канала. Сегодня у меня к вам аж три новости и один лайфхак, который подсказал мне один из моих подписчиков. Лайфхак интересный, как что-то досмотрите до конца видео и поставьте лайк. Ну что ж, первая новость, самая интересная, чтобы вас не томить. Вот кого вы видели на экране? Правильно, это матка в форме коруфи-барбис. А кто за ней? Правильно, первый рабочий. Он появился буквально два часа назад. Я не успел заснять, как матка открывает кокон, но вот когда будут появляться другие рабочие, я попытаюсь это заснять. Ну, надеюсь, что получится. Да тем более у матки, как видите, очень много коконов и попыток у меня будет много. Ну что ж, новость, конечно, классная, но обсуждать его очень долго, это будет скучно. Перехожу ко второй новости. Вторая новость будет относительно моих муравьев-воров. Вот. Сейчас попытаюсь найти. Даже камера не может взять его. В общем, слева от конца матки, прямо на голове, возле ее головы, ползает такой маленький желтенький рабочий. Этому рабочему уже 4 дня, и он до сих пор желтый. Я не знаю, о чем он так говорит. О том, что я их мало кормлю, и просто он не может потемнеть, или из-за того, что у них, у этих рабочих, могут быть разные окраски. Это похоже, кстати, на вид, ну, по-свойству, на вид, эм... Кампонотус Туркистанус. Да, у них тоже есть 3 разные раскраски, как у маток, так и у рабочих. И после этого рабочего также появились еще двое тоже желтых рабочих, и они до сих пор не темнеют. Ну, как вы видите, колония развивается, рабочих уже около... Так, если черных 4, то 7 рабочих уже получается. Нормально. Но распады не так много. Недавно я пересадил их в новую пробирку. Но это не такая интересная новость, как что я перехожу к последней новости, а дальше будет лайфхак. Последняя новость будет касаться моей самой большой колонии Теннаторекс инфоскиатус. Вот. Как вы можете заметить... Ну, вы не заметите, если я не покажу. Воспользуюсь импровизированной указкой. Вот здесь вот... Видите черное пятно? Это нора. Она уходит в подземную камеру. Сейчас вам покажу. Ну, камеру познать не смогу, но, как видите, здесь довольно мало рабочих. И только одна матка. Я сначала подумал, что они сбежали. Ну, и две матки, соответственно. Очень испугался, что домой скоро начнется целый хаос. Но потом посмотрел под низ формикалия и увидел вот эту вот камеру. Под ней находится довольно большая гора расплода, две матки и много рабочих. Туда они тащат всю еду. Весь расплод они туда тащат. И живут там. Мне кажется, им это будет намного комфортнее, так как там нету света, там темно. И для муравьев это будет более комфортно. Ну, что ж, это была последняя новость, а теперь лайфхак. Собственно, лайфхак, там ничего такого, прям-таки умного нету, но он очень поможет, если у вас, как у меня, была матка, прогрызет, прогрызет, ватку и сбежит. Такого не случится. Вы можете спокойно делать довольно-таки плотную ватку. Просто надо взять иглу, раскалить ее на плите и сделать дырочки. Я такие штуки уже сделал. Вот дырочки вы можете видеть. Это можно сделать даже, когда муравьи внутри пробилки, пробирки. Они не задохнутся, все, что там наплавилось, быстро выветрится. Ну, как видите, все живые, гора расплодая, яйца там есть, они под муравьями, вы их не найдете. Довольно много рабочих, как что, колония развивается. В скором времени я, наверное, пересажу ее в пробирку, все-таки так удобнее будет. Ну и также в скором времени я покажу вам более усовершенствованный лайфхак. Вот этот будет же лайфхак, только более усовершенствованный. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока!